Президент сегодня в Кремле. В продолжение встреч с лидерами думских фракций принял Геннадий Зюганова. Председатель ЦК КПРФ предложил обсудить инициативы депутатов-коммунистов, которые касаются в первую очередь социальной сферы. Это и программы по поддержке многодетных семей, и сирот, и помощь пожилым людям, и проекты для детей. Геннадий Зюганович, вы знаете, что в конце года встречаются с лидерами фракции? С Владимиром Вольфе встречался, и с Мироновым Сергеем Михайловичем. Мы на закуску. Почему? У вас фракция основатель, и вопросов больше, наверное. Я должен вас проинформировать, мы справились с программой, которую тогда ПАРТЭКу ставили. Мы тогда поддержали нашу идею. Мы построили там 40 объектов за эти полтора года, освоили почти 4 миллиарда. В АРТЭКе? Да, в этом году... Он привел его хорошей состоянии еще. Он сейчас 18 тысяч примет, а в следующем году еще сдадим 3 лагеря, и будет 30 тысяч. Это будет лучшая дравница и подарок всей стране, а не только Крыму. Мне кажется, еще бы нам решить проблему дети войны. Их 12 миллионов. Ветераны, воины, Великой Отечественной уходят из жизни, но на их место заступают сегодня и дети войны, которым тоже по 75, по 80 можно было бы их поддержать. Такая программа есть. Очень хорошая идея. Давайте по всем поговорим. И сегодня же Владимир Путин встретился с президентом торгово-промышленной палаты. Сергей Катырин представил проект по снижению фискальной нагрузки на бизнес. Это касается и крупных предприятий, и средних, и малых. Предлагается создать единый реестр платежей и поручить вести его Минфину. Дело в том, что сейчас существует множество сборов, которые не регулируются налоговым кодексом и зачастую дублируют друг друга. Глава государства согласился с необходимостью навести порядок в этой сфере.